Добрый вечер, уважаемые телезрители! На Риотовском канале программа «Диалог» и я, ведущий Владислав Момат. Традиционно вечером в среду в эту студию мы приглашаем самых известных и значимых людей нашего города, чтобы обсудить актуальные темы. Социально-экономическое развитие Риотова. Какие основные показатели и приоритеты достигнуты? В чем заключается потенциал развития Наукограда? Обо всем этом сегодня мы поговорим с заместителем главы администрации нашего города Анастасией Галиш. Сегодня она у нас в гостях. Здравствуйте, Анастасия Владимировна. Здравствуйте, Владислав. Добрый вечер, уважаемые жители города Риотов. Я напомню, мы выходим в прямом эфире, а это значит, что вы также, уважаемые телезрители, можете задать свой вопрос напрямую нашему гостю. Для этого нужно позвонить по номеру телефона 8495-791-8802-791-8802. Ваше мнение очень важно для нас. Анастасия Владимировна, в городской администрации вы курируете очень важный блок. Это экономика, промышленность, инновации, наука. Заканчивается 2020 год, буквально остается чуть больше месяца. Какие основные показатели достигнуты в социально-экономическом развитии нашего города? Да, действительно, год заканчивается. Этот год был непростым. Очень сложная ситуация в экономике страны, в экономике Московской области, города. Но, несмотря на это, мы смогли достигнуть достаточно хороших показателей. Практически мы выполняем плановые значения, которые мы считали еще до пандемии. Основные наши показатели – это объем отгруженных товаров и услуг. В этом году мы ожидаем порядка 80 миллиардов рублей. Это больше, чем в 2019 году. Конечно же, здесь основную роль играет наше системообразующее, городообразующее предприятие ОВПК НПО «Машиностроение». Потому что основной объем – более 50 миллиардов, конечно, приходится на них. Но об этом мы еще остановимся подробнее. Да, также, если говорить про численность сотрудников, занятых в экономике, мы не допустили резкого спада. Несмотря на то, что многие компании, которые относятся к малому бизнесу из-за невозможности работать в условии пандемии, сократили численность. Но, однако, крупные и средние компании в основном ее сохранили. Если говорить по средней заработной плате, то здесь мы достигли хоть небольшого, но роста. Порядка до 60-2,5 тысяч рублей – это на крупных и средних предприятиях. И порядка 54 тысяч рублей в целом, если говорить по городу. Также в этом году, то, что важно, продолжались инвестиции в город. Существлен ряд крупных инвестиционных проектов. Инвестиции составят порядка 19 миллиардов. Если говорить об инвестициях чисто в развитие производства, либо в развитие сферы услуг, то, что именно инвестирует бизнес, то это порядка 8 миллиардов рублей. Это больше также уровня предыдущего года. Поэтому, несмотря на такие сложности, в целом социально-экономическое развитие города стабильно. Мы не видим каких-либо серьезных проблем, что отражается в целом и на бюджетах города. Поэтому можно сказать, что в целом все расходные обязательства будут выполнены, потому что бюджет города по доходам будет исполнен. И все-таки 2020 год, год пандемии. Как вот коронавирус отразился все-таки на всех этих показателях? Да, многие предприятия вынуждены были закрыться. Это было необходимо. Поэтому правительство Российской Федерации разрабатывало меры поддержки. В том числе одной из мер поддержки, это была срочка по уплате основных налогов для сферы так называемых пострадавших отраслей. В связи с этим, так как данные налоги были перенесены в срок уплаты, то в первом полугодии мы, конечно, ощутили уменьшение доходов бюджета даже по сравнению с 2019 годом. В основном это НДФЛ по налогу на доходы физических лиц примерно на 5% было снижение к уровню 2019 года. И по упрощенной системе налогообложения порядка 7%. За первое полугодие в целом по налоговым доходам мы собрали меньше, где-то на 3%, но это порядка не более 20 миллионов рублей. Однако в связи с тем, что самый кризисный период это было с апреля по июнь, когда предприятия не работали. Как все оказались в такой ситуации, непонятно, что будет дальше. Да, и этот период закончился очень хорошо, что в июне. Далее предприятия наши, они набирали темп. И сейчас можно сказать, что по исполнению доходной части бюджета, конечно, мы уже перевыполнили 2019 год. Мы собрали примерно уже 90% налогов от плановых назначений. Всего у нас порядка миллиарда 150. Сейчас уже около миллиарда мы собрали. Также было важно как раз в период, когда мы понимали, что ситуация меняется, был пересмотр бюджета, было сокращение расходов. В основном только первоочередные расходы необходимые были оставлены. И также был пересмотр структуры дохода. Так как налоговые доходы сокращались, были увеличены неналоговые доходы. Был проведен мониторинг неэффективно используемых, либо неиспользуемых нежилых помещений в городе. Увеличен план приватизации практически в три раза. Это также нам помогло скорректировать бюджет. И за счет как раз выполнения плана приватизации неналоговые доходы обеспечили такое хорошее исполнение по итогам, можно сказать, 10 месяцев. Многие предприятия из-за пандемии, если посмотреть по России, да и во всем мире, просто закрывались, уходили на удаленку. Те предприятия, которые оставались работать, строго выполняли те меры, которые предписывал Роспотребнадзор. На одном из таких предприятий наша съемочная группа с вашим участием побывала. И давайте вспомним, как это было. Это действительно были беспрецедентные меры. Для начала вы подставляете две руки, потом сразу туда, промываете. Отлично. Теперь переходите туда и подставляете сразу две руки сюда. Первый. Все, лови, проходите. Тотальная дезинфекция. Чтобы попасть на производство продовольственной компании «Эмериталь», нужно пройти через модули гигиены. Санобработка проходит быстро, но качественно. Пока сотрудник моет руки специальной жидкостью, автоматическую очистку проходит и его обувь. Работоспособность спецоборудования и соблюдение современных санитарных требований на предприятии проверила заместитель главы Реутова Анастасия Гайлиш. В период пандемии предприятие частично работало. Сейчас посмотрели еще раз, как соблюдаются требования стандарта. Тот, который предписан для соблюдения всем сотрудникам. Это предприятие пищевое, поэтому здесь усиленный контроль за соблюдением данного стандарта. Анастасия Владимировна проводит такие инспекции еженедельно на всех предприятиях города. Она тщательно проверяет все контрольно-пропускные пункты, где сотрудники проходят утренний фильтр. Плюс наличие масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Обязательно порядок на самом производстве. Кстати, всех специалистов, как и требуется, тестируют на коронавирус. А это новые сотрудники? Это все новые сотрудники, новый коллектив, новая команда. То есть, дополнительно у вас 60 человек рабочих мест было создано? Да. Штат Риутовского отделения Мириталия недавно пополнился новыми сотрудниками. Открыли дополнительный цех хлебобулочных изделий. Так что дефицита во вкусных пельмешках, варениках и блинчиков в городском округе не ожидается. А вот увеличение рабочих мест и пополнения бюджета гарантировано. Елизавета Филимонова, Сергей Сомов, телеканал Риутов. Анастасия Владимировна, ну действительно, мы увидели, что меры принимаются на всех предприятиях. Какой есть здесь стандарт, чтобы действительно работники чувствовали себя в безопасности? Ну и это же, как говорится, наше здоровье. Да, конечно, это здоровье. И стандарты, они рассматривать их необходимо по направлениям деятельности. Вот сюжет, который мы видели, он относится к производству, пищевому производству. Стандарты в основном, конечно, это средства индивидуальной защиты, измерение температуры, наличие разметки, дистанцирование. Также особый контроль к столовым, где сотрудники принимают пищу. Чтобы начать работу после пандемии, ну в период закрытия предприятием, до момента выхода на работу, необходимо было письменному руководителю сдать приказ о соблюдении всех стандартов. Проводились проверки, ну в качестве мониторинга, как нашими сотрудниками администрации, так и министерствами. Потому что все критерии и всю документацию по соблюдению стандартов направлялась также в министерство. Здесь мы консультировали наше предприятие, как правильно оформить документы, что необходимо закупить, чтобы вопросов по этому направлению не было. Также было введено обязательное тестирование для крупных и средних предприятий не менее 10%. Поэтому также оказывали поддержку по соблюдению вот этого критерия. В целом нужно сказать, что у нас в городе как раз крупные производственные предприятия, они не останавливали работу вообще, что позволило сохранить объем выпуска продукции. Те предприятия, которые были вынуждены закрыться, конечно, после исполнения всех стандартов, да, они запускались. Но, естественно, все ощущали и спад спроса после пандемии, увеличение себестоимости, плюс еще увеличение расходов как раз по соблюдению стандартов, потому что это все легло на плечи работодателей. В период, когда не работала сфера услуг, все средние и крупные компании сохраняли обязательства по выплате заработной платы. Поэтому, конечно, для городских предприятий это было достаточно тяжелое время. Многих даже по результатам полугодия образовывались убытки. Но сейчас очень приятно, что не закрывают предприятия, потому что все уже, конечно, соблюдают очень строго стандарты. Такого контроля жесткого нет. Сейчас мы все равно выезжаем и проводим мониторинг. За неделю это примерно три предприятия. То есть все равно мониторинг соблюдается. И благодаря этому нет такого роста заболеваемости среди сотрудников, как было весной. Как вы сами владельцы предприятия относятся к подобного рода проверкам? Относятся достаточно хорошо, потому что понимают степень ответственности. Всегда в полном объеме мы проводим проверки. Нет никаких конфликтных ситуаций. И нужно отдать должное, сказать спасибо нашим предприятиям, что все как раз требования соблюдаются. Не было каких-то грубых нарушений. Поэтому большое спасибо за то, что они заботятся о здоровье своих сотрудников и продолжают, конечно, работать. Сейчас много говорят о вакцинации, которая должна быть на предприятиях. Какая здесь ситуация? Вакцинацию мы проводим уже более двух месяцев. По предприятиям было принято решение с целью не отвлекать от работы. Выездные бригады с врачами выезжают на наши предприятия. Около полутора тысяч сотрудников уже провакцинировано. Это в основном, конечно, наши крупные предприятия. Помощь настроения, группа компании Палыча, мебельные производства. Поэтому нам оказывают помощь медики. И мы, конечно, кто изъявляет желание, сотрудников вакцинируем. Уважаемые телезрители, я напомню, мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации нашего города Анастасия Гайлиш. И говорим мы сегодня о социально-экономическом развитии Риотова. Вы также можете принять участие в нашем разговоре и напрямую задать свой вопрос нашему гостю. Нужно позвонить по телефону 8-495-791-8802-791-8802. Анастасия Владимировна, говоря о стратегии развития города как города Наукограда, какие приоритетные направления можно отметить? Стратегия у нас утверждена в 2017 году. Статус Наукограда с 2003. Стратегия у нас рассчитана на долгосрочный период до 2026 года. И основные направления – это, естественно, рост промышленного высокотехнологичного производства, что обеспечивает наше градообразующее предприятие на помощь и настроение. Это развитие образовательного кластера. И также это создание комфортной городской среды. Риота входит в число 8 наукоградов, которые расположены на территории Московской области. В чем, так сказать, существует вот эта особенность именно для Наукоградов, в отличие от других городов в развитии экономическом? Есть критерии Наукоградов, которые мы ежегодно подтверждаем. Основные как раз это объем выпуска продукции, о которой я говорила, и численность сотрудников, занятых в сфере НПК. Также мы ежегодно получаем финансирование за счет федерального областного бюджета. Это финансирование выделяется на конкретные мероприятия, которые способствуют развитию Наукограда. У нас в основном это направлено на создание изобретариумов. Два года подряд мы направляли на это средство ремонт и развитие новых направлений в общеобразовательных наших школах. И также создание комфортной городской среды. Вообще, нужно сказать, что за всю историю существования Риотова как Наукограда было профинансировано около 2 миллиардов рублей. Создана была и инженерная инфраструктура, и различные объекты, и деловой комплекс МИР. То есть очень много всего создано, что именно влияет на комфортность пребывания жителей и сотрудников наших научно-производственных предприятий, чтобы создать именно комфортные условия. Действительно, Риотов удивительный город. Если говорить о человеческом факторе, то какие бы современные технологии не были бы, какое современное оборудование не стояло бы, но если на нем действительно некому будет работать, то никакой динамики не получится. Вот и что делается в плане образования и подготовки высококлассных специалистов? У нас создан образовательный кластер от детского сада до предприятия, можно сказать. От детского сада? Да, я уже упомянула, что в 2018 году мы завершили изобретариум 2.0. До этого у нас был просто изобретариум. В целом там дети могут заниматься от 5 до 18 лет. Если первый изобретариум совместно с инпомышленостроением, мы создавали он больше технической направленности, именно там преподают специалисты инпомышленостроения, по специальной программе подготовки, то второй изобретариум, он больше творческий. То есть там направление фотосъемки, дизайна, более прикладное. Это тоже нужно для всестороннего развития. Необходимо. Сейчас оба изобретариума, они востребованы, наполняемость очень хорошая. С этого года как раз, что было актуально в период пандемии, мы запустили онлайн-платформу, то есть можно обучаться через интернет. Не выходя из дома. Не выходя из дома, да. Также пользуются огромным спросом, поэтому эти направления будут дальше развиваться. Также говоря про инженерную направленность, у нас созданы инженерные классы. В том году как раз финансирование было направлено на закупку современного оборудования школьного, ремонт. В этом году мы ремонтируем шестую школу, и там у нас созданы химико-биологические классы. Также самое современное оборудование, которое некоторое настолько уникальное, что раньше даже можно было видеть только в медицинских каких-то вузах либо училищах. Поэтому мы стараемся детям дать возможность развиваться в различных направлениях, чтобы получать высококлассных специалистов. Плюс к этому у нас на территории работает колледж энергия, который также потом по направлению как раз инженерно-техническому готовит специалистов факультета аэрокосмической Бауманского университета. Да, то есть там прямая связь. Да, то есть прямая связь. И уже на последних курсах направляются специалисты в информацию на строение. Поэтому такой как бы замкнутый цикл получается подготовки специалистов. То есть уже с самого раннего детства, если ребенок хочет заниматься наукой, перспективными технологиями, то пусть у него открыт с самого детского сада и предприятия, чтобы привлечь молодых специалистов, чтобы они не уезжали в соседнюю Москву, какие меры поддержки им оказываются? Меры поддержки самая эффективная, на мой взгляд, это помощь в приобретении жилья. И с 2016 года на уровне Московской области действует программа социальная ипотека. Это для молодых специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих и отработавших на предприятии более года, предоставляется как раз такая скидка. То есть при ипотечном кредитовании первоначальный взнос уплачивается и ежемесячное тело кредита гасится. Сами участники оплачивают только как раз проценты по кредиту. Ежегодно у нас участвуют от инпомощи настроения сотрудники. Вот в этом году 4 специалиста получили по такой программе, ну, вступили в эту программу. Но также стоит отметить, что инпомощи настроения самостоятельно такую программу проводят за счет финансирования предприятия. И где-то в год порядка 30 специалистов в эту программу включаются. Ну и, соответственно, имея условия для проживания, жилье в городе, имея возможность для того, чтобы дети ходили либо в изобретариум, либо в другое образовательное учреждение, где преподают на достаточно хорошем уровне, где есть современное оборудование, это как раз молодых специалистов в городе удерживает. И последние несколько лет, конечно, особое внимание это благоустройство города. Мы закончили уже благоустройство фабричного пруда. В этом году сделали сквер на южной стороне. Стараемся, конечно, приблизиться к уровню Москвы, потому что жители сравнивают в основном нас с Москвой. И в целом город преображается. Есть жителям где погулять, где интересно провести время. И в дальнейшем, конечно, тоже будем развивать благоустройство города. Действительно, в Риотове очень уютно и комфортно жить. А если у тебя еще и быт налажен, есть своя квартира, то и работается, и творится, так сказать, задором. Вы уже сказали, что наши такие два градообразующих предприятия, это «Инпо» машиностроение и предприятие «Мириталь», где работает несколько тысяч наших горожан. И действительно, это такой вот становой хребет нашего города. И они налогоплательщики. Какой их вклад в экономику? И как вот ситуация отразилась с той же пандемией? Какая динамика? В экономику вклад огромный. Не только города Риотово, но и Московской области. Потому что «Инпомощиностроение» основную, конечно, часть налогов выплачивает Московскую область. Это около миллиарда рублей ежегодно. В бюджет города порядка 150 миллионов. Это связано с бюджетной системой, распределением налогов. Но, конечно же, такая большая численность сотрудников, занятых в экономике, это очень весомый вклад, что всказывается положительно на доходах бюджета. В этом году не планируется снижение каких-либо объемов. Наоборот, мы видим увеличение объемов по всем параметрам. Если говорить про компанию «Мириталь», то также в этом году, как раз когда я была на предприятии, я посетила новый цех по хлебопекарным изделиям. Это новое производство, было закуплено новое оборудование, были созданы новые рабочие места, порядка 60 новых рабочих мест. Сейчас на предприятии в целом задействовано порядка 250 сотрудников. Достаточно хорошее отчисление в бюджет города, Московской области, порядка 30-40 миллионов рублей. Поэтому, конечно, мы надеемся, что предприятия будут дальше развиваться. Необходимы какие-то меры поддержки. То, что касается предприятий, если «Мириталь» взять, то готовы оказывать. В этом году предприятие участвовало в нашем муниципальном конкурсе, в муниципальной программе по субсидированию затрат на оборудование и компенсация 85% от принесенных затрат. Достаточно хорошая сумма, это более 2 миллионов рублей. Поэтому, конечно, стараемся поддерживать и надеемся на дальнейшее развитие. «Риотов» — это и место притяжения начинающих предпринимателей, так называемых стартаперов. Действительно, в «Риотове» работает каворкинг. Я знаю, что летом там произошли какие-то преобразования. Какая сейчас ситуация? Да, каворкинг у нас достаточно давно работает. У нас каворкинг один из самых лучших в Московской области и по наполняемости, и по активности эксплуатировала и занималась работой каворкинга управляющая компания. Но, к сожалению, с конца 2019 года компания не смогла выполнять свои финансовые обязательства, обязательства перед резидентами. Была обеспокоенность. Резидентов каворкинга проводили несколько встреч. В то же время был смещен приоритет не на развитие именно стартапов, не на развитие предпринимательства. Поэтому после проведения ряда совещаний как с правительством Московской области, так и с этой частной компанией мы расторгли все отношения. Но чтобы наши резиденты не почувствовали каких-то изменений в работе неудобств, мы предоставили льготы по оплате рабочих мест и приняли решение, что создаем муниципальный каворкинг с муниципальной управляющей компанией, дабы избежать в дальнейшем таких рисков со стороны частных компаний. На текущий момент у нас полностью сформирована программа развития муниципального каворкинга. И в этом году мы направили более 40 миллионов рублей на ремонт данного пространства и на оборудование самыми современными средствами. Это как и компьютеры, это система управления доступом, там будет Wi-Fi с высокой скоростью. По последнему слову техники оборудована переговорная комната, конференц-зал, будет своя студия. В Open Space также мы разместим шумоизоляционные кабины, чтобы можно было работать. То есть мы сделали большой мониторинг, и все последние наработки в области развития каворкингов на себя применили. Поэтому я надеюсь, что резидентам будет намного удобней, намного комфортней, намного быстрее работать. И планируется, что к концу этого года уже будет закончен ремонт, будет завезено оборудование. И с 2021 года наши резиденты в новых условиях смогут развиваться. И делать бизнес в нашем городе. Давайте теперь поговорим о технико-внедренческой зоне. Несколько лет назад речь шла о создании двух индустриальных и двух технопарков. Какая сейчас там ситуация? Осуществились ли планы? Да, было направление развития в сторону создания индустриальных парков, технопарков. На текущий момент у нас создан один индустриальный парк. Он был создан в 2018 году. Сейчас идет его наполнение. Площадь 8,6 гектара. Площадь помещений примерно 120 тысяч квадратных метров. На текущий момент 70% площади уже занято. Это достаточно крупные резиденты. А как им стать этим резидентом? Что нужно сделать? Обратиться непосредственно в управляющую компанию индустриального парка. Можно обратиться в администрацию. Для того, чтобы мы ускорили данный процесс. Выбираются по критериям, какая необходима площадь, какая необходима мощность, какая необходима высота потолков. В зависимости, если это какое-то производство крупное. Сейчас, если говорить о производстве оконного производства, производства радиаторов, батарей. И также производство асфальтобетонных смесей. Если говорить про площади под складирование, то в основном это текстильная промышленная смесь с шоурумами. Это оптовые склады косметической продукции различной. На текущий момент 18 резидентов и примерно 150 численность сотрудников в этом году дополнительно. Мы стоим буквально 2 минуты до завершения эфира. К сожалению, некоторые вопросы мы не успеем задать. Приближается 1 декабря. Это такая отсечка для многих предпринимателей. О чем они не должны, так сказать, забыть? 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. Поэтому я хотела бы напомнить жителям города. Это налог на имущество физических лиц. Это земельный налог и транспортный налог. Налог на имущество физических лиц 100% поступает в местный бюджет. Поэтому это очень важно. Прошу всех не забыть оплатить налоги. Так как это доходная часть бюджета. Чтобы и дальше мы могли выполнять все свои социальные обязательства. И закрыть год с положительным балансом. То есть наше благодействие зависит от нас самих, как мы заплатим налоги. Большое спасибо, Анастасия Владимировна, за участие. Я напомню, сегодня у нас в гостях была заместитель главы администрации нашего города Анастасия Галиш. Большое спасибо и ждем вас снова в гости. До свидания. Это была программа «Диалог». Встретимся через неделю. До свидания. 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 До свидания.